Ночью мороз приезжал, трава черная, ну то есть отмерла хером. То есть она как жидким азотом была замороженная, ну и как бы, наверное, когда я на нее наезжал, она ломалась. Ну и сломался, почернел, отмерла. Ну чего, псы. Псы на прогулке, спустя полгода, наверное. Ну что интересно, здесь вот трава почернела, тюльпанчики ожили, то есть все они стоят на 12 часов, все до 1. То есть вечером, точнее ночью, когда в 2 часа ночи приезжал, все они какие-то в раскоряку. Вот эти вот лепестки были, сейчас все в куче, как должно быть. Ну единственное, что это какой-то никак не отойдет, наверное. Вытрощил лепестки какие блатные, бля, с каким-то надрывами, бля, не знаю. То есть такие вот лепестки какие-то чудные. Я раз такой вижу. Похож на гвоздику. Остальные вроде, а нет, он еще такой же. Остальные гладенькие. Ну и дуванчики тоже ожили. Сейчас, наверное, вот эти вот три горятки сделаю, там одну уже наяриваю, ну там земля вообще пиздец. Мало того, что там дернут, там еще не просохло. Так, самородина у нас вроде бы живая, ничего не облетела. Что не можешь не радовать. Причем, что черное, что вот это вот красное, бля. То есть, наверное, все-таки пока цвет не зацвела, возможно и ягоды будут. То есть вот эти вот два куста с помойки. И заросли терновника. Это уже покупанные тоже тут потихоньку начинают. Вот это, по-моему, еще, да, это пока не цветет. На этом тут что-то, бля, пару этих бегать по грядкам. Сейчас, да, сделаешь, ну, и пиздец всему будет. Так, деревья живые, кроме той гороши и кранты, все-таки на третий год окочурилась. Как ее тут не спасал, не подрезал, не подпилил, все, бля, ну это все, это все, бля, труха нахвата, бля, все умер, отмерло, бля, то есть можно опять смело. Вот до этой черной параплешины, как бы, ну вот в таком вот черные пятна ветки идут. Здесь вот так вот, бля, вот такой себе сморчилась кора, как чулок, бля, слазит. То есть, бля, в том году, по-моему, шарахнул. То есть здесь вот 40 сантиметров от земли в том году выросли вот такие вот побеги метровые. Ну, сейчас их тоже надо будет подрезать. Так, здесь комки, надо будет тут два раза проходить, то есть все вот это вот говно подсохнет, корнем, потом вынем. Ну и как бы спиздили меня с ютки бочку, в которой я жег Терновник. Вот здесь вот стояло. Сегодня приехал, смотрю, что-то не хватает. Слишком светло, блядь. Подошел точно, блядь. Залу вывалили, бочку спиздили, блядь. Стоял он тут, наверное, с осени, блядь. Когда я тут жег, 31 августе. То есть я вот так вот раскидал тут, блядь, за лунах. Чтобы не кучей было, блядь. Так. Вот это у меня клён живой, поскольку он высокий, наверное, не знаю. Вот это вот более-менее тоже. С такими вот красными прожилочками. А вот это вот шандарахнул алмазом, блядь. То есть листья с такой, как бы, чернотой. Ну, то есть вот этот, как вот, гнильца такая, блядь. То есть три листочка. Ну, вот. Как бы чернота такая. Ну, пизда, нахуй. То есть мороз, блядь, уже неделя стоит. Сегодня, блядь, ещё более-менее тепло. Солнце вылезло. Не знаю, может градусов 14. А так в основном неделю днём плюс 4, плюс 6, плюс 10, блядь. Ночью минус 3, минус 4, ноль, блядь. И так далее, нахуй. То есть в былые года, в мае месяце, на 9 число уже все в футболках лазили стабильно. Ну, правда, у нас в апреле плюс 18 было. Так, сейчас вот я тут культиватор туда перетащу. Надо будет фреза чистить. То есть здесь вот вода как стояла, так она по сути и осталась. Сейчас она будет по границе собрать землю. И уже тут, в принципе, можно начинать косить. А трава уже тут, блядь, 30-35 сантиметров вверх, блядь. То есть пиздец. Шакал. Иди сюда. Иди сюда, барбос. Ах, тебе, давай, передавай подписчикам. Зрителям канала. Ну ты шакал. Травы нажрался влиять вдвоем. Как эти, козы. Кот-собака не бегала. Только слезь с грядки, блядь, пизда. Ушастый. Ну-ка, нахуй, блядь. Ай, дай. Съебалась, нахуй. То есть тут надо какую-то хуйню делать, блядь, перед тем, как сажать. Потому что собаки тут, блядь, вылетают, нахуй, на пареньки, блядь. Им вообще по хуйю. Чё тут, блядь, растет, не растет, нахуй. Да пизды вообще, совершенно, нахуй. Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Наяривать, блядь. Практически на каждом одуванчике. У кого-то скоро будет одуванчиковый мед. Ну, я тем временем загубинил две грядки. То есть одна, наверное, будет под огурцы, вторая под перец. Ну, или две под перец, не знаю. То есть надо что-то как-то распределить. Я думаю, что сколько я рассада нахерачил в этом году с дури. Вот это вот сегодня мне не хватит. И даже того. То есть я думаю, что надо будет потом еще где-то пару грядок делать. Вот таких хотя бы. Так, сейчас третью грядку делаю. Так же, то есть по осени культивировал с опилками. Но опилки что-то нихера не перегнили, блядь. Ну, земля такая нормальная, блядь. Не как в том году. Колотушки, блядь. Ну, корни еще попадаются. И камешки мелкие. Даже какую-то саную тряпку, блядь, намотал на фрезу. Так, сейчас делаю третью грядку. И я думаю, что метр двадцать пять у меня. Пару метров делаю и сею сюда укроп. Поскольку у жены там уже наверху укроп примерно два-три сантиметра. По два-три листа. У меня тут еще, как бы, с коней не валялся. Ну, правда, он пёс махнорылый, сидит там, чешется. Так, и, наверное, блядь, не знаю, сюда, наверное, укропу захерачить. То есть надо как-то засеять, чтобы не затеняло. То ли здесь, то ли там. То есть если здесь засеять, то собаки могут захерачить все это дело. То есть надо какие-то ленточки шли купить, сигнальные, типа скотча, блядь, не знаю, веревки, блядь. То есть по плану у меня было купить сетку, но опять забил хуй на все, блядь. Как всегда, блядь. То есть и ЦСПшка я как бы купил за зиму, блядь. Пять листов целиковых, три двадцать, блядь, на метрах двадцать пять, или сколько они там, хуйня. Не суть, блядь. То есть сейчас надо засеять первым-наперым укроп, поскольку по ночам минус три тут рассаде делать нехуй. То есть была у меня мысль купить какой-то арматуры, блядь, или какой-то пластиковых труб, блядь, дюймовок, топал полдюймовок. А потом подумал, что, блядь, прочно, наверное, купить пятьдесят метров шестимиллиметровый стеклопластиковая арматура, ну, делать дуги, блядь, и уже полиэтиленом захуярить, блядь. Поэтому, наверное, надо будет узнать цену и купить. То есть поскольку ночью еще холодно тут высаживать смысла нет, блядь. Ну, уже дома хранить ее негде, она уже, блядь, метровая почти, нахуй. То есть одна растет, другая, блядь, без света, нахуй, остается, и в итоге нихуя, блядь. Пиздец, нахуй. Что-то, блядь, рассада, нахуй, в этом году тоже какая-то шляпа, блядь. Сначала не росла, потом въебала, блядь, за два дня, нахуй. Просто, блядь, в два раза выше. Ну, чего ты, пес? Я тебя вижу, что там прячешься? Лайка. Ты лайка? Да? Ты лайк? Лайк. Папа, у тебя лайк. Видишь, да? Ну, чего? Ну, чего ты, пес, махнорылый. Сегодня будешь лежать в лежку, пять часов, блядь. И как первый раз в деревне уезжает, потом... Не ходи по грядкам, блядь. На мылу мне пойдешь, понял? Так, продолжаем. Культивацию. То есть вот... Ту, наверное, восемь раз проехал. Это по семь раз. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Два раза по семь. Один раз восемь. И там еще половина литрового бака. Ну, я не знаю, сколько литрового там культиваторы. Половина бака еще осталась. То есть бачка хватит, как бы, на четыре грядки, можно сказать. Блядь, здесь кроты, сука, лазит. Гандоны, блядь. Кроты, муравьи, блядь. Заебали, блядь. И трава еще лезет, нахуй, в придачу, блядь. То есть ужина я там где-то сорок сантиметров сделал. У меня тут шестьдесят. То есть можно на тележке, блядь, кататься. Все, заебись. То есть надо стеклопластиковую арматуру высаживать. Рассаду и уже какой-то пленкой, блядь, с кроводелки. Парники, блядь, ну, чтобы потебли хотя бы ночью было. Ну, так, временка, блядь. То есть за лето у меня как бы план поставить из порфеля и какой-то гараж под квадрик. И где-то вот здесь вот сделать. Круглую хуйню хочу сделать. Ну, чтобы можно было и костер сжечь, и казан поставить. И где-то здесь надо беседочку въебать. Ну, а здесь уже потом гараж, нахуй. То есть надо будет потом намерить. Сначала, наверное, надо будет замерить, сколько там по нормативам, 3 метра от соседей, блядь. То есть маленькое тут несовпадение идет, блядь. Вот по той меже, блядь, сделать. Как раз вот этот весь участок Терновника как бы застроить, и было бы заебись. То есть надо сначала наметить под гараж. Наверное, 6 на 9 делать не буду. 8 на 5, блядь. По две брички, блядь. И где-то надо будет сразу беседку, чтобы у меня осталось вот здесь вот 6 метров. То есть от сливы до первой грядки 6 метров у меня. Вот эта стая, она может какой камаз там, блядь, заехать. Для чего-то, для каких целей, на будущее. То есть надо будет, чтобы была 6 метров ширина. И где-то уже здесь ставить. То есть можно вот здесь вот беседочку уебать. А тут какая-то зона барбекю, блядь. Но это потом уже, мне как бы в голове всего, в планах есть. Потом уже будем воплощать в жизнь, блядь. Насколько это будет, как бы... Блядь, как сказать, нахуй. Насколько это все получится, конечно. Вот такой вот тупицы с дипломом, как я, нахуй. Да, кстати, клюна я тут посадил. Три штуки. С интервалом в 2 метра. И думаю, надо будет где-то вот здесь запиздячить одну елочку, блядь. На всякий случай. Ну, как бы Аркадий сказал, что елки лучше выкапывать при зиме. Ну, то есть весной, когда корни мороженые. То есть она там в каком-то анабиозе, наверное, впадает. И как бы потом, когда она оттаивает, приживается быстрее. Не знаю, съесть в лесную удачу на следующей неделе или нет. А здесь вот поскольку муравейки, какое-то говно, блядь. Я вот думаю, посадить сирень какую-нибудь, вхерачить. Ну, чтобы вот это вот говно все, блядь, заросло потом со временем. И как бы в глаза не бросался. Здесь все равно земля, песок. То есть сантиметров 20-25-30. Полудородного слоя, остальной, уголимый песок. Вот то есть мне тут когда-то, в свое время, когда я хотел сделать съезд, говорили, пускать рыбу, у тебя тут все плавать будет, нихуя тут ничего не плавает. И вот что-то, блядь, сосна какая-то поджелтела, блядь, в этом году у нас. Где-то тоже можно было отсюда выкопать, но не знаю. Наверное, елочкой ограничусь. Но это потом. Не сейчас, не сегодня. То есть надо все это будет облагораживать. Здесь у меня вообще по плану было какой-нибудь картофель, на это, блядь, участвовали сделать. Хотя тут соседская бережа затеняет, да, когда солнце сейчас, ну сейчас примерно час дня, то есть в 12 часов дня солнце ровно на юге. И вот от этой березы тень падает на эту вот грядку, блядь. То есть если здесь что-то другое сожить, то здесь будет тень. Поэтому я грядки на той стороне сделал, чтобы ничего от дома, от этого коттеджа, блядь, тень никакая не падала. от чего-то другого. Кстати, на улице уже, блядь, нихуя. Не май месяц, блядь, то есть холоднее, чем было до этого, когда приехали. Так, и следующий пресс, наверное, я буду вырятать. Завтра, наверное, я приеду сюда. Пакет у меня, как бы, свободный есть, песок. Есть, надо будет купить цементу. здесь вот скажу вокруг этих колес. Ну, сантиметров 20-25. И по плану у меня в интернете видел на ютюбе пакеты с цементом, типа камешки такие делал, декоративные. А потом колеса вот эти, нахуй, сюда уберем, блядь. Ну, чтобы мне косить, и была граница, чтобы мне, как бы, кусты ветки леской не зацепить. то есть я здесь, как бы, сейчас в былые годы косил. Мне тут по колесу леска бьется, как бы, похер, блядь. А когда колеса отсюда убрать, уже будет шляпа. И надо будет, блядь, не знаю, мне колесо, блядь, надо будет жену, наверное, привлекать. Ну, то есть, загибать ветки и колесо, как бы, кверху вытаскивать, поскольку тут уже цвет пошел. То есть я сейчас колесо выдернуть, уже будет пиздец. Вот одно колесо я в том году вот так вот сделал на проволочке. Поскольку вот этот вот куст, он был горизонтально лежал, я его под 45 градусов посадил. В частности, вот эти вот ветки под 45 градусов, они изначально росли вот так. То есть за год они маленько укоренились, выправились. А вот это вот надо как-то аккуратно поднять. Ну, в принципе, можно, наверное, какой-нибудь пищевой пленкой тихонечко хуяк, хуяк, нахуй. Потихонечку сжать, выдержать, но это когда уже будут пакеты с цементом. То есть сначала цемент встанет, потом мы горелочкой обхуярим, блядь. Пакеты загорят. Цементные камешки самопальные останутся. Ну, а потом уже уберем отсюда покрышки или сюда их перетащим, поскольку надо уже как бы сделать два метра и между кустами по полтора, то есть восемь сантиметров по центрам и от грядок идут от бортов. То есть вот здесь вот 80, здесь полтора, ну, здесь два сделать метра. То есть здесь тоже как бы терринольник был в свое время я тут корешки повипилил, но сейчас он пойдет выроста и его надо будет обкашивать каждую неделю, чтобы корень там гнили потихонечку. И с каждым годом, я думаю, будет их меньше, меньше и меньше. Ну, по крайней мере, как здесь было три года назад, это, блядь, пиздец был полный, блядь. Лес, лес, блядь, то есть два метра делаем межусевое под второй слой кустов и уже какую-нибудь арматуру, какие-нибудь колушки вовью, чтобы было в центре и на их место уже поставим как бы вот эти покрышки. Ну, а когда будем закупать уже смородину, крыжовник, будем как бы по крышку утаскивать, садить и уже опять по крышку на свое место. Пес вообще, блядь, с ума уже сошел. Он жрет второго, блядь, или что он там нашел? Шакал. Ну, ты и шакал. Так, ладно, запиздился я тут. Пара дела дела. Ради бы в том году культивировал и жара была, но все равно корни остаются такие полживые, блядь. Так, ладно, три грядки меня готова. Буквально литр двести этого укропа, блядь, свойского, натурального. То есть, если вот брать вкусовые, качество покупного, то этот намного лучше. То есть, это какой-то советский еще, блядь, с советских времен, когда это засели, эту дверь, в этой местности, так он и растет. То есть, я покупал как бы в пакетах обильно листный какой-то укропа, еще какая-то шляпа, блядь, ну, то есть, на вкус она какая-то хуита, блядь, вот этот самый то, блядь, свойский, блядь. Примерно в два раза больше пакета я у жены там насеял, блядь, ну, там, как бы, ну, примерно 20 на 25 метров участок, два таких пакета я там захерачил, блядь, ну, и один себе оставил. То есть, этого пакета хватит на все вот эти вот пять грядок, нахуй. Так, сейчас я маленько тут разгуляюсь, ну, то есть, когда бортовый соки вообще, блядь, заебись, ничего не вываливается, нахуй, здесь приходится земли, как бы, выковыривать, то есть, надо, ЦСПшки делать. И вот, чем ближе вот к краю, тем земля более сухая, чем здесь, здесь более сырая, здесь уже видно, что здесь, блядь, такая шляпа, как и там, ну, то есть, здесь как бы низина, блядь, и чем ниже сюда, то есть, здесь выше где-то сантиметров, наверное, на 40, чем здесь, то есть, здесь вот, еще, думаю, через неделю, только культивировать надо, поскольку зима, земля здесь, блядь, просто, нахуй, блядь, влажная, то есть, буквально сантиметр, блядь, там уже, пиздец, ну, тут еще есть, дожди были, неделю, наверное, лилонах, потом мороз, блядь, недели, то есть, две недели, погода, говно, блядь, шляпа, так, ладно, отмеряем пару метров, я думаю, хватит, в том году, я вот здесь вот, грязь, подпитутся, сел, пять квадратов, то есть, метр тридцать, она где-то на 4,20, блядь, то есть, пять квадратов засел, но сел я где-то в июне, только, посадил, наверное, в середине июня, и, естественно, ни херами, ничего, блядь, на семена не выросло, блядь, только они начали эти семечки, блядь, окукливаться, нахуй, и потом начался уже октябрь месяц, так, ладно, ну, так, примерно тут, два метра отмерил, то есть, вот это у нас, 4,20, 84,20, или 60, здесь не знаю, то есть, 8,80, длинная грядка, это пополам, это, наверное, по 4 метра у меня где-то, 4,05, не помню, блядь, то есть, здесь вот 80 должно быть, здесь у меня 60, тут 80, так, двушку я отмерил, получается у нас, 3 квадрата примерно, или 3,5, ну, то есть, хватит, я думаю, на все, так, пересеянем, собрал маленько камней, вот это все, камни, блядь, ну, кирпичи перемолоты, то есть, тут, блядь, целая куча, вроде бы, выкопал в том году, тут все, блядь, выбирал, вот тут, две горсти, то есть, вот это все говно, это, блядь, с грядок, прошлогодний улов, так скажем, все это было вот здесь вот, ну, и между, кустами, так, граблями я заравнял, тут маленько, плоскость навел, сейчас засеиваем, ну, и граблями опять, наверное, как бы, на самом дне, на дне там, как бы, вот так вот, грабля, вон, нахуй, все, блядь, все, по-серовски, вот так, не жалеем, я думаю, можно целый пакет херачить, не знаю, будет он расти или нет, возможно, будет друг другу мешать, ну, как бы, все равно пропадет, поэтому сеем, не жалея, еще потом, поймите, вкорячем, вот так вот, гуля-гуля-гуля-гуля, блядь, тут, блядь, просто эти, сороки, блядь, с галками, с воронами прилетают, то есть тут, блядь, при первой возможности, тут уже, блядь, целая эта, кормушка, блядь, как будто, нахуй, для них сделана, вот, но я больше половины уже, как бы, засеял, так нормально, блядь, таким, практически, равномерным слоем, сейчас, грабляемся опять, разровняю, зашибаршу, тут все, блядь, и все, блядь, просыпал, кто знает, вырастет, так вот, вот так вот, вот так вот, кстати, у бабули, вот эти вот, кусты с морозином, покупал, и там этот, вылез, когда у меня, два или третий, укропа, я еще проредим потом, на салат, на салат уйдет, блядь, можно, засеять, еще где-то, так, ладно, разровняем, закапаем тут все это дело, ну и грабляем, вот так вот все, блядь, хуяк, хуяк, камешек, обломок кирпича, блядь, то есть вот так вот все, блядь, хуяк, хуяк, нахуй, закапываем, я думаю, что можно даже, немного полить, пару лейк, все вхерачить, на всякий случай, ну, чтобы процесс, быстрее пошел, то есть тут, половина, семян как бы на земле, половина под землей, равномерным слоем, делаем, блядь, созвон кирпичей, целую кучу, корни каких-то, блядь, говна, блядь, палок, пылесосных шлангов, как говорится, дачный сезон, открыт, это маленько, задержался, но в этом году, у меня хоть, грядки готовы, то есть, мне не надо тут, блядь, корячиться, только сиди, блядь, перекультивировал, блядь, перед посадкой, погнал, сажать, вот другое дело, можно даже еще на них, сверху захерачить, хотя думаю, что это уже лишнее, ну как бы, и на подземле, и на земле, семена есть, то есть, все, как бы, вороны не сожрут, в любом случае, я понял, в том году засел, эту грядку, она, блядь, прям к жопу, к жопе, блядь, просто берешь, как бы, снизу, корешков, охапку, а сверху уже, практически, с ведро, блядь, этот, как он, ну, сами листья, заебицы, так, в этом году, кабачков, посадим поменьше, будем сажать, баклажанов, я думаю, что, вот этот остальной, уйдет под баклажаны, тут еще надо будет, перцев посадить, рамиру, там, блядь, пиздец, на уровне, наверное, как баклажанов, нахуй, как, кабачков, я в прошлом году сажал, наверное, корней столько же, блядь, будет, ну, и чили, чили, у меня он там будет, чилиться, блядь, вот, как говорится, все, программа, минимум, выполнена, ну, то, что я сегодня хотел сделать, еще надо наконечник левой, поменять на колени, а то там уже люфт такой, нехилый, блядь, подстукивает колесо, блядь, этот маленький камешки, я думаю, их будешь, блядь, выковыривать не один год, проще, наверное, просеять, ну, или завести какой-то земли, полудородной, так, ладно, пока запись прервал, ничего интересного уже, как бы, сегодня не будет, я так думаю, но это не точно, сейчас, наверное, полью еще, чтобы наверняка, вот что жадность людьми делает, уже начинает заниматься какой-то херней, ну, кто-то скажет, жена точно, блядь, так, ладно, сейчас полью, и все на этом, так, остатки, укропа сюда засыпал, и сюда, блядь, таким вот, конским слоем, блядь, пусть растет, на зелень, если что, выдернем, здесь так оставлю все, пусть сам тут укореняется, растет, блядь, что хочет, делает, я как бы, два метра посадил, остальной похуй, так, ладно, слоем, все, так, хорошо, аi, как бы, и, аi, 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 аи, Мопает безумно у Макса. Квадрик есть в говне Димон Дима иди квадрик собирай давай давай осталось херня начать и кончить Движочек стоит осталось карп задний амортизатор помыть поставить аккумулятор собрать пластик завести поехать и угандошить движок не знаю зайдется нет так еще меня скутер и бензопила остальное все уже вроде сделал цепь поменять на эрозерскую и перепилить старый арбируид на тележку и на помойку вывезти собаки где-то тухлую кость нашли бы давай чудо разучился ездишь или ты в том году ездил педаль крути ты чего давай 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 до чего максима разучился ли разучил съездить дима а чё тебя колесо переднее опять спустила пиздец угандонил до лесипед и ездишь на спущенном чтобы еще по крышку блять и заживала на маленько того блять пошло по пизде так менять будем на автотаз поскольку как бы ничего в магазине где месяц скидки другого не было то есть они там заказан только автоваз как вот и хера блять то есть раньше было говно блять всякая типа крафта блять чё там еще было всякой шляпа блять не знает или солнце блять то ли в натуре блять перешли на автоваз хотя с какого хера блять непонятно так у нас тут голограмма блять все четко у тебя были как нахуй лада блять прям солнце на мороз и солнце день чудесный конечно сейчас солнце хера чуть-чуть блять все отсвечивает на то есть у нас левый сейчас мы его нахуй открутим блять прям так нахуй и так же закрутим блять сейчас я посмотрю чё у нас там блять как как там чё там по оборотам блять по оборотам замерим вы так закрутим их ну и хер с ним блять потом уже будем менять пыльник на рейке так шару я полгода назад менял за щелкало заскрипела блять потерто седло нах мы стойки натужные то есть тут все блять надо менять нахуй по сути ну и перекрашивать все вот эти вот места больные так ладно меняем как заебалите долбою тут гонять так чего хотел сказать то блять то есть видимо резьба блин не знаешь чем сравнить с головкой блять на 13 то есть этот день то почти что одинаковый вскрыл я блять наконечник пизда нахуй я не знаю что мне тут дали блять головка на 13 блять как хуй стакане блять болтается нахуй он такая вот хуйня ребята блять то есть блять даже как-то блять по размеру нихуя не подошло блять пиздец блять я не знаю что за шляпу блять если сюда на не только болт залезть то есть тут диаметр на n25 но здесь примерно 18 блять так на скидку блять то сейчас осталось найти наконечник фу блять наконечник говорит этот блять ёбаный чек и нахуй в пизду блять сдать ну сегодня 9 мая сегодня блять нихуя не прокатит блять ну на этом я свое видео заканчиваю всем пока как заебал этот автотаз блять даже на автотаз хуй чего с первого раза купишь блять а